Привет, друзья! Через неделю, в воскресенье, 19 мая, у меня стартует очередной тренинг по защите каракан. На этот раз мы будем наигрывать систему Петросяна-Смыслова. Немножко изменился формат. О формате у меня будет... Формат тренинга, о нем будет отдельный ролик. Сегодня же выйдет. А сейчас я хочу поделиться партией, своей партией, которую играл как раз в этой системе. Черными. Ну и немножко рассказать о идеях хода конь Д7 в позиции, которую вы видите. Значит, ход очень прочный. Так играли такие мощные шахматисты, чемпионы мира, как Смыслов и Петросян. Практически непробиваемые оба были в лучшие годы. Но это понятно из названия. Очень много идей продемонстрировал нам в этом варианте зачерных Анатолий Евгеньевич Карпов. Основным ходом в этой позиции считается ход конь Ж5. Ну, понятно, что есть еще ходы. Конь Ф3, слон С4. И даже, например, в партии Кереса-Орламовский вот такая последовала быстрая победа белых. Ферзь Е2, конь Ф6, конь Д6. Причем, если мне не изменяет память, партия сыграна была на Олимпиаде. Ну, основным ходом считается конь Ж5. И теперь, если пойти А6, то после конь Е6 партия первоисточник продолжалась, по-моему, следующим образом. Черные дали шах, развив белого слона на Д2. И потом все-таки решили коня слопать. После ферзь А5 и слон А5 остались без ферзя. То есть ход конь ЖФ6 практически обязательным. Хотя тот же Анатолий Евгеньевич Карпов иногда играл конь ДФ6. Главный минус этого продолжения в том, что черные теряют контроль над важнейшим пунктом Е5. Соответственно, белые этот контроль не приобретают, а, как сказать, существенно усиливают контроль над важным ключевым пунктом. То есть ход конь ДФ6 намного менее логичен и понятно, что ведет к худшей позиции. В 1997 году я Дениса Евсеева в Свиднице обыграл в линии после конь ДФ6. Ход конь ЖФ6 обязательный. Слон Д3. Сейчас понятно, что тоже на А6 последует конь Е6. Поэтому черные должны ходить Е6. Рискованно выглядит ход Ж6 хотя бы из-за А4. Мне кажется, вполне серьезная идея. Аж 5 там. И разорвать королевский фланг. И здесь белые играют конь Ф3. В партии диплу Каспаров последовал ход А6. И после конь бьет Е6. Каспаров в 20 небольших ходов проиграл партию и устроил скандал, обвиняя компьютер в использовании человеческих подсказок. Ну, это большая чушь, на мой взгляд. И дело в том, что позднее выяснилось, что один из бывших трениров Каспарова Тимошенко уже получал удар конь бьет Е6 от компьютерной программы на турнире, который в те годы проводился. Шахматисты против компьютеров. И партия не могла пройти мимо внимания штаба Гарри Кимовича. А я проход конь бьет Е6 знал из партии, сыгранной в 1900, если мне не изменяет память, в 87-м году на чемпионате Свердловской области. То есть, два кандидата в мастера играли, и один точно так же нанес другому вот такой удар и потихоньку выиграл партию. И после партии мне рассказал, что, в общем-то, у черных тут серьезные проблемы с защитой. Поэтому вместо хода А6, конечно, надо играть слон Д6. Ферзь Е2, и вот только теперь А6. Но вообще, если ход А6 не сделать, а сделать, скажем, длинную рокировку, то после слона Д2 конь уже не обязан уходить. Белые сыграют А4 на АЖ, АЖ, и будут просто мат ставить по линии АЖ. Длинная рокировка, конь Е5, Ж4, в общем, ход А6 в определенной степени вынужденный. Ну, белых тоже особо не спрашивают. Конь Е4, ну, не на А3 же конец ставить, там даже Ж5 можно черным сыграть. Вот, конь бьет Е4. Конечно, сейчас взятие Ферзьем выглядит наиболее логичным, потому что после конь Ф6, ну, ход конь Ф6 самый естественный, хотя многие предпочитают играть Ферзь С7. На эту тему вы тоже найдете партию в файлике, который будет прикреплен к описанию ролика. Вот, и самостоятельно посмотрите. Партия так, необязательная, но достаточно характерная для варианта. Мне кажется, ход конь Ф6 сильнейший. Основным ответом здесь является ход Ферзь Е2. И здесь главная идея Анатолия Евгеньевича Карпова, она проявляется в линии Б6, слон Д2, слон Б7, три ноля, Ферзь С7. И на любой ход, скажем, даже на конь Е5, просто С5 и на шах король Е7. Черные очень быстро и уверенно координируют свои силы. Короля на Е7 достать невозможно. Ладья Аш идет на Д8, король спрячется на Е8. Он там будет расположен даже лучше, чем на Ж8. В случае, если бы черные сделали короткую рокировку, король бы попал на Ж8. И стоял бы хуже. И в партии Смирнов-Бачин на чемпионате России 2003 года, лично в Красноярске, после ходов ДЦ, слон Б7 играть опасно, почему там все указано, сильный ход БЦ и малоизвестный, но очень талантливый шахматист с Дальнего Востока Виталий Бачин уверенно обыграл Пашу Смирнова, который, скажем, осенью 2002 года уверенно с огромным отрывом выиграл финал Кубка России по круговой системе проходил, выиграл финал Кубка России в Нефтьюганске, а в 2004 году Павел Смирнов далеко пройдет по сетке Кубка мира, высадив по дороге Льва Ароняна. То есть, а здесь он белыми ничего не смог противопоставить напору кандидатов-мастера Виталия Бачина. Партию смотреть не будем, партию вы посмотрите самостоятельно, я хвастаюсь только своими. Итак, Ферзь Х4, и вот здесь, кстати, тоже Анатолий Евгеньевич Карпов изобрел шикарный ход Король Е7, основная угроза черных Ж7, Ж5, Ферзь Х3, Ж4, вилка и лишний конь. Белые практически вынуждены ставить коня на Е5, после слон бьет Е5, да и они потеряли пешку. Ну и в этой позиции определенная компенсация за пешку у белых есть, у них преимущество двух слонов, мощное развитие, то есть, все фигуры у них мобилизованы. Тем не менее, лишняя пешка черных, центральная, а до централизованного короля добраться очень непросто. То есть, в партии, вот так вот продолжалась партия Камский Карпов, Дортнон, 1993 год, но с тех пор в этой линии были новые какие-то веяния, за белых пытались отстаивать эту позицию такие серьезные шахматисты, как Александр Мутылев и Александр Морозевич, но вроде бы до сих пор вот эта ветка считается наиболее надежной для черных. Я сделал ход ладья Ж8, очень редкий ход, но тоже заслуживающий внимания. В чем разница? Дело в том, что если сейчас белые пожертвуют точно так же пешку, то после ферзи 5 шах c3 ферз бьет e5 слон e3 у черных не лишились права сделать длинную рокировку. То есть они могут в какой-то момент просто убрать короля на ферзевый фланг, а могут кстати не убирать, могут вот здесь например пойти конь d5 и напасть на слона e3 и это будет белым еще более неприятно. При этом угроза g7 g5 она сохраняется g5 ферзь бьет h6 слоны f8 давайте покажу скажем если белые делают какой-то невзрачный ход типа слон d2 следует просто g5 слоны f8 g4 и белые остались без коня. После хода конь d2 ход самый естественный в общем-то конь d2 черные все равно играют g5 и сейчас требуется конечно очень серьезный анализ после ферзь бьет h6 слоны f8 ферзь h3 ферзь бьет d4 на эту тему тоже были партии немножечко у меня тут продвиганы какие-то варианты можете самостоятельно посмотреть поизучать вдруг понравится на эту позицию вроде бы белые и те обязаны мой противник сыграл ферзь h3 эта партия сыграна 9 декабря 2015 года в турнире повлада ропен ферзь h3 конечно грубая ошибка после e5 слоны f5 уже на h6 просто не возьмешь из-за слоны f8 и белая без ферзя а после слоны f5 черная получили здоровую лишнюю пешку так как на ферзь bd4 белый король в общем-то в огромной опасности ни одной нормально развитой фигуры у них нет сомневаться в том что черные сейчас быстро выиграют не приходится тем не менее опытный петр костенко проявил максимальное упорство в защите сильный ход c4 стоило просто отойти ладья h5 и играть с лишней центральной пешкой ладья напала на h2 защитила на h6 в общем-то здесь у черных на мой взгляд огромный перевес ну и после ладья d5 слон бьет h6 ферзь e7 шах король f1 у черных перевес в развитии и сейчас скажем простой ход ферзь d7 позволял им сохранить мощную централизацию главный минус позиции белых это отсутствие в игре ладьи h1 то есть они по сути без ладьи играют при этом весь центр ну просто очень черный то есть черные фигуры прекрасно расположены вместо этого я пошел ферзь c5 и хотя перевес не упущен ладья h1 все еще вне игры тем не менее белыми найдены какие-то какие-то серьезные идеи защитные то есть король уже в безопасности ладья h1 при случае отлично поддерживает пешку h4 то есть надо все время считаться с тем что эта пешка пройдет тяжелофигурный эншпиль на доске да я тоже давненько не видел эту партию сейчас вот смотрю и понимаю что в тяжелофигурном эншпиле главное же у нас что позиция королей черный король находится в большей безопасности значит перевес у них по прежнему огромный можно просто король d7 было сыграть но и король b6 тоже никак не проигрывает после простого хода a6 черный король оказывался в домике а над белым сгущались тучи пешка h4 еще висит то есть позиция крайне неприятная после ладья e5 h5 ферз e6 угрожает ладья e1 шаг еще более точным ходом был ферз h6 но мне где-то хотелось сыграть a7 и a5 разбивая пешечную структуру ну и после ферз e6 ладья h3 у черных перевес но здесь я не успел сделать ход что в условиях добавления полуминуты выглядит неимоверно смешным и забавным правда мне это смешным и забавным не показалось да после ладья e1 шаг конечно на доске ничья но если белые допустим захотят поиграть на победу за счет отдаленной проходной то рискуют очень сильно проиграть партию потому что у черных тоже стремительно бежит ферзь по центру вот такая достаточно интересная идея так еще раз напоминаю в воскресенье всем кто запишется на тренинг будет выслана ну не эта партия будет выслана примерно полутора часовое видео ну ладно впрочем давайте про формат тренинга я вам расскажу в отдельном ролике все спасибо за внимание до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки с вами был международный гроссмейстер Роман Ивич